привет народ у нас сегодня клёвое настроение ко мне приехала вика с красноярска векуля где мы решили тут вдвоём чуть и так поллица давай тоже так ты поллица я поллица целая получилось да мы целая мы целы привет давай к ней поближе же тема эфира будет какая тема давайте какую-нибудь тему у нас такая тема мы сейчас с викой осуждали про матрицу почему сейчас реальности начинают у людей которые вместе резонировать не совпадать то есть разное прошлое один вспоминает одно другой вспоминает другое речь зашла мы с маму ли сегодня вспоминали утром до мама рассказывала о том как меня в детстве покусали собаки и рассказывала в чем я была одета я была одета в ее коричневую кожаную куртку который маме привезли из германии такие подробности помнит а я помню я была в синей куртке она говорит ты что у тебя там в больницу привезли зашивали я потом эту куртку носить не могла 10 лет и и вспоминала была не отстирывалась не отстирывалась а я помню что я была в синей своей балуневой куртке к тот которая у меня там была вся в дырточку потому что собаку руку покусала вот и реальности у нас с мамой не совпадает у нее одно прошло у меня другое прошло по идее мы должны совпадать вот но когда человек засоренный в мозгах шаблонами своими мышления программами ну и живет такой как робот неосознанно то резонирует все нормально но как только он начинает просыпаться блин сбой системы просто этот картинка мира перестает складываться ну прям в реальные как совпадающие пазлы что ли у кого такое было скажите когда у вас одна реальность потом другая а тебя один раз собаки кусали нет меня собаки кусали много раз я очень боялась собак потом я и исцелилась и теперь собака друг человека и мой тоже вот а еще такую историю сейчас вспоминали мы значит с викой работали с девочкой она сейчас у меня администратор на всех марафонах проводник очень классные шаблоны трансформируют как орешки то есть осознает слона целиком а не только там узость мышления свою проявляет как раньше у нее мама была больна раком и в общем мы с ней работали 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 вика же админ всегда во всех моих чатах вот она эту переписку все собирает скринит там помогает вот следила в общем за нами как мы с верой работали и чего вы думаете вера не смотри только пожалуйста вера выключите вспоминать старое прошлое вот и в общем она говорит в определенный момент то что нелли мама умерла я сейчас улыбаюсь потому что ну мне реально весело извините сейчас поймете почему мы очень долго соболезновали и прорабатывали потом несколько дней о том что она стала с мамой единой целой а то есть мама же и и проекция до человечек из ее головы определенные и шаблоны определенные ее ну какие-то части нее которые она видит в маме то есть мама это разрозненная часть ее она соединилась цело то есть мы с ней вот как-то так разговаривали несколько дней чтобы она но пришла в себя ну представьте у человека мама умерла вот я так это улыбает короче через какое-то время ну может быть там месяц я узнаю о том что она в чате всем пишет что у нее живая мама жива здорово и сегодня даже этот отзыв скинула в этот истории о том что с мамой все в порядке и она даже ходить начала все нормально она больна раком была вот и сейчас у нее все хорошо ей квартиру там большую далее она переезжает там в хоромы в общем прикиньте несостыковки то ладно бы я с ума сошла мне могло приснили до поехала крыша что у нее мама умерла вот ну века то тоже помнит это в горит я скринила твои переписки расскажи с твоей колокольни как это было то скажет я очень слегка я просто мы для игры собирали данные и мы переписывали все трансформации которые которые у нас есть и да вера правда писала что у нее очень больная мама очень долго болеет и они уже там безнадежное состояние полная она пришла вот на консультацию и они дня два точно даже больше наверно дня три вы работали но трансформация да мы там даже неделю по моему работали да и не умерла а потом после этого еще нет а потом мама умерла они еще прорабатывали я помню я очень хорошо запомнила этот момент за то что она соединилась и стали делим целом потому что меня очень тронула эта часть трансформации я сама там проплакалась когда читала потому что ну реально вот это очень грустно было эффект мандела и плюс мало то что это грустно так еще и ты параллельно осознаешь что что человек реально соединился со своей частью что вот эта проекция эта часть меня и что мы все равно единое целое даже когда человек уходит из моей реальности то он параллельно реальности все равно существует и в моем мире он со мной соединился и когда вера пишет что у нее мама живая то это конечно вообще космос я долго не могла поверить я ее и так и сяк напрямую же не скажешь у тебя мама умерла но дело в том что с людьми когда прорабатываешь прошлое нельзя им потом напоминать какое у них старое прошлое было чтобы они туда но опять не возвращались и не вернули но обратное прежнее состояние поэтому я блин вот пыталась у нее принять у меня телефон садится подождите моя собака умерла на следующий день она была живая офигеть это реально вот прям реально я могу поверить не знаю как другие я реально могу поверить то что я уже столкнулась с этим эффектом мандела посмотрите кстати в интернете хорошо вы сейчас напомнили как правильно мандела до двух- или трехчасовой эфир видео о том как меняется прошлое и я очень классный там кусок запомнила в этом видео про и покатай меня большая черепаха мы все помним вот эту фразу про большую черепаху из мультика золотой ключ не не против просто пробовать я на солнышке или же был такой мультик и там есть до проливенка есть фраза покатай меня большая черепаха сейчас если вы посмотрите весь интернет перероете и даже старые киноленты то слово большая черепаха пропала из мультика из текста нет такого слова блин ну я-то помню что она была и наверно многие помнят и вот в этом фильме там очень много приводится примеров о том что мы помним одно а если начинаем копаться сейчас в истории нигде нету этом этому подтверждения и все по-другому короче я так думаю что мы начиная просыпаться лобаем вот эту матрицу она была выдать структура идеально до опаздывает желание людей совпадали когда все там с друг дружкой резонировали воспоминания у всех в коллективном вроде как общее было как только ты начинаешь выпадать из реальности тем что начинаешь понимать ху ху из ху да кто есть кто кто я и как это все работает в этом мире ты просто ну начинаешь вообще видеть мир по-другому блин у тебя и воспоминания меняются о чем мы постоянно гребда шаблонах и люди которые рядом с тобой даже вчерашний день описывают по-другому и это настолько вот шок мы с мамой каждый день короче ругаемся но я ржу вот а мама конечно она злится потому что как ты что мне не веришь да ты была вот в этой куртке да ты вот это сказала да мы вон туда ходили она постоянно мне рассказывает то что со мной не было и причем как бы я даже не знаю а я маме рассказываю она говорит ты чё ночью этого не было никогда я буду как это как ты не помнишь то есть у нас с мамой вот так я думаю кстати у многих ой давай почитаем что тут это может быть ее психологический загон даже говорить не могу загон что она ментально это пережила или там во сне в реале мама выздоровела благодаря трансформациям не знаю счет какого сна вы говорите элементально она пришла когда ее мама умирала от рака и она была уже в состоянии ну никаком и она лежала практически не двигаясь и блин сколько мы работали в неделю но это точно когда могут с ней работали летом было в июле ну да летом ну это уже ладно неважно летом было в июле я еще раз повторю это было летом прошло блин в этом году совсем немного времени когда мне сообщили о том что она умерла и мы несколько дней трансформировали похороны там потому что у нее было состояние никакой я говорю продолжай работать продолжай работать ну потому что я не хотела ее отпускать в депрессию ну представьте да родной человек умирает и ну тебе плохо и поэтому я ее три дня гоняла так чтобы она ну работала работала и чтоб целыми днями со мной была на связи ну как это могло вообще присниться прикиньте такой большой промежуток времени работы плюс плюс мы не наедине с ней были с нами была вика третьей чате я поэтому до сих пор ну как бы снова я бы не назвала это так здравствуйте как приятно вас видеть да тоже ой насто три человека так прикольно причем покатай меня большая черепаха да сейчас в мультиках нет такого про большую черепаху там есть покатай меня черепаха большую эту от имени нельса нельсина мандела да я сестрой старше постоянно спорю у нее одна правда у меня другая ну а смысл спорить то нет мы матрицу сейчас сломаем с вами ребят начинаем просыпаться естественно там сбоит троит посмотрите кстати фильм матрицы кажется будем сейчас пересматривать его или эффект бабочки правда разно это точно и все по-разному помнят странно не странно потому что в наше прошлое творится из точки здесь и сейчас мы в данный момент создаем новые воспоминания каждый раз из этой точки согласно нашему мышлению нашему опыту нашим знаниям нашим программам дала что мы верим и вот согласно этого из этой точки сейчас мы создаем суждение о прошлом воспоминания наши прям сейчас складываются на марафоне очень многие сейчас убедились когда мы там на третий день да по моему 700 человек на марафоне ребят ну реально 700 не 70 не 7 700 делали задание когда нам нужно было сходить в прошлое и поменять его чтобы поменялось настоящее поменялись воспоминания а потом с этих воспоминаний здесь сейчас новое прошлое снова менялась ну как бы еще дальше то есть мы сначала ходили к маленькой девочки к самой себе рассказывали ей там о будущем рассказывали ей это прям на месте трансформировали шаблоны с маленьким ребенком которому было плохо больно плакал там мама переживала там папа там что-то не так сделал ругали и в общем состояние чувств меняли переходили в точку здесь и сейчас а потом я говорю о вспомните в детстве к вам приходила тетя это были вы из будущего и что-то вам рассказывала и блин больше половины чата вспомнили что приходила к ним тетя которая рассказывала там или фея или друг которая рассказывала будущем и каждая девочка рассказывал о том что они уже знали что в будущем там будет мальчик столько-то там детей что они там помощь учате говорили. Я не помню. Ни хрена? Много чего такого рассказывали. Помню, что очень много говорили о том, что так и есть. Мы помним вот всё, что мы сейчас сходили, сказали. На следующий день я им дала задание, а теперь вспомните ваши воспоминания, что действительно к вам тогда кто-то приходил непонятный и что-то рассказывал. Это были вы источники здесь и сейчас. Что за бред? Где? Я просто говорю, блин, что у нас на самом деле творится на курсах. Ладно, если бы я одна была. Понятно, я дурочка. Ничего с этим не поделать. Но когда у этой дурочки столько же свидетелей, мы все дурачки, мне же оказывается. 700 человек дурачков. Ну, что делать? Чудеса только начинаются. Вообще, я советую стать ребёнком любознательным и не говорить, блин, я всё знаю. Такой шаблон ваш вообще тормоз от всех ваших желаний, из-за которых вот все проблемы ваши, потому что у вас в башке тормоз. Этого не может быть. Вы даже не разрешаете в себя впустить эти чудеса, потому что у вас запрет. Ну, я же знаю, что так не может быть. Всё, шаблон, рамка, блок. Вы поставили, блин, в башке то, что это невозможно. И это реально невозможно, потому что правда она самопоотверждающаяся. Каждому дано поверить. Конечно, мы можем выбирать с вами любую веру, и она будет подтверждаться. Но половину здесь присутствующих в прямом эфире, я чувствую, верят во всякую какашку, что ничего невозможно, всё фигня, деньги приходят только от работы, надо зарабатывать, вообще болезни не исцелить. В общем, ну, как бы это ваши проблемы. Потом не жалуйтесь, почему моди не решаются. Тут про шпроты пишут захотелось. Так, мы на встрече одноклассников, с которыми не виделись, с некоторыми там со 2-го, 4-го класса. Фотографии были разными. Совпадали единицы, а большая часть нет. А 35 лет назад был один фотограф на приятии. Вот Ирина подтвердила правду. Прикиньте, ребята, был один фотограф на мероприятии, у всех разные фотографии, там ещё и лица другие, да. А это кто? У всех разные люди. Я Вике завидую белой завистью. Да, она живая, она существует. Так, ой, я тоже был на марафоне, у вас мне тоже приходили тут все подряд. Так, это у тебя был другой марафон, не надо, это был женский сейчас. Нелька-карамелька, ой, спасибо. Я хочу на хакер-чат, приходи на хакер-чат. Я хочу на хакер-чат. Все, кто хочет там в хакер-чаты, там эти марафоны, пожалуйста, в директ пишите, там менеджеры инструкцию дадут. А, Вика, давай их обрадуем, обрадуй. Что мы сегодня придумали? Очередной курс по всему, даже мы не придумали ещё, как он называется. Ну, это марафон. А, марафон, да. В чат-боте. В чат-боте будет марафон по выполнению заданий. То есть вы получаете задание, выполняете его, как оно выполнено, неважно через сколько, там, через день, через неделю, за час. Выполняете, домашку делаете, прям в чат-боте, и вам приходит следом автомата второе задание. И вы так проходите весь курс. Поэтому все, кто сейчас пропустил вот этот марафон, меня спрашивали в личку очень много, когда он будет. Но я такие марафоны раз в год веду, и тут решила, короче, запустить вот прям через недельку ещё раз. Только, естественно, я его ещё переделаю немного, да, чтобы он ещё круче был, чем вот этот. Потому что каждый марафон надо делать круче. И кто хочет повторно пройти марафон и что-то ещё дополнительно понять, осознать, новые задания welcome. И кто вообще ничего не проходил, давайте. Короче, не надо следующего года ждать, следующего декабря. Мы вам сделаем марафон. Так, уже соскучилась сегодня, подумала и прямой эфир. Ну вот как реальность. Реально в мультике нету про большую черепаху. Вообще нету черепахи. Просто покатай меня. А, да, вообще даже черепахи нету. Блин, у меня в реальности есть про черепаху. Покатай меня большая черепаха. Реально помню такие слова. Мне мама всегда говорила, покатай меня большая черепаха. И мне. Я ещё любила этот мультик в детстве. Как зовут вторую возле Нелли? Это Вика. Вика вторая, которая устраивает всё, что в директе отвечается вам, да, всё, что пишется, копируется, там посты выкладываются, всё Вика. Короче, она по всем вопросам рулит. Я её вызвала. Говорю, так, Вика, давай с Красноярска буквально позавчера. Ты вчера прилетела? Да. Я позавчера и пишу, Вика, приезжай ко мне завтра в гости. Она такая, как так? Я говорю, ну вот самолёт, билет, пожалуйста, прилетай. Вот, и она прилетела. Короче, вот. За ночь придумали и забытили. Прикольная тема. Сколько же у вас идей? Это даже не один процент того, сколько у нас написано идей. Идей, да. И сколько книжек. А воплощено, наверное, один грамм. А чата не будет. Мы будем чат поддержки делать. Будет. Что такое чат-бот? Короче, в Телеграме это будет автоматическое... Ну, присылается сообщение, да, автоматически в Телеграме либо в ВК, где выберете, какой мессенджер будет приходить автоматически задание. Вы его выполняете туда... И туда же присылаете ответ. Да, и следующим приходит. Просто мы за всеми не уследим. У нас будет отдельный для этого чат поддержки. Обсуждать задание, кто не может выполнить. Чёрный экран что-то у меня. Так, не понял. Вот, не знаю. Тоже хочу на марафон, но у меня так туго с осознаниями после заданий впадаю в ступор. Ну, ребёночек тоже падает, но он иногда говорит, блин, может попробовать ещё раз встать и попробовать идти. Пойти или дальше пользовать. Пользовать. Язык заплетается. Короче, вспомните себя, когда вы были ребёночком и чему-то учились? Не бросайте. Когда выйдет полный курс? Вот в декабре. Сегодня какое число? 22 ноября. Ну, где-то через неделю-полторы будет всё зависеть от того, как нам оформят бот. Нет, это полный курс, это, видимо, книжка. Выточните вопрос, да, вы про книжку или бот? Книжка полный курс выйдет... После Нового года, скорее всего. Да, потому что я сейчас книжку зубы доделываю, и вот чат-бот готовлю. И ещё 10 чек-листов. А, 10 чек-листов ещё. У нас ещё один бесплатный будет. Бесплатный чек-лист выйдет через несколько дней. А, нет, через несколько дней его отправлю дизайнеру, вот за сколько она его сделает. Короче, про внимание будет и про техники различные. Чек-лист бесплатный, короче, делаем. Мозг ещё в хлам от марафона, затягивает зараза, хочется врыться и нырять вглубь, а может и не вглубь. Класс. Вы по Синельникову работаете? Панели Давыдовой. Нет, нет. Нет, не по Синельникову. Но он мой кумир был в 2000 году, 2006 год. И я прям обожала его книжку «Возлюби болезнь мою» или «Возлюби болезнь свою». Да, вот так. И «Сила намерения». Блин, я прям офигевала от его книг. Но у нас немножко разные с ним истории, потому что, мне кажется, он на Зеландо похож, да, эзотерика такая непонятно, на чём основанная. А я опираюсь на квантовую физику, на многомерность реальностей, на мультиверсию. Короче, «Матрицу» фильм посмотрите. Слушай, а может мне вообще на «Матрицу» опираться и всё, и не париться. Так, как попасть на марафон? Ещё ни в чём не участвовала, но очень интересно поучаствовать. Все вопросы, которые технические, да, всё, что вам интересно, вы можете лично задать менеджеру в директе здесь, в Инсте, либо зайдите в меню. Меню – это топлинг. Вика, это ссылочка в шапке профиля. Да. Я на простые вопросы теряюсь, у меня даже вот язык не шевелится. Вот я могу рассказать про реальность и рассказать там, как мир творить, как деньги получать, вот куда нажать, я забываю простые слова. Иди сюда, не уплывай. Но мы не перепрограммируем. Не, мы не перепрограммируем. Ну, подожди, работа с программами, находить целое, находить… Вот смотрите, что мы делаем. Что взять? Что ты хочешь? Реклама. Реклама Кларинс будет, да? Вот что мы делаем? Каждый человек имеет определенную точку обзора, с которой он наблюдает этот мир. Свой взгляд, и он видит, ну, вот так, вперед. Я, например, вижу вот с этой стороны, а у Вики точка обзора с другой стороны, да? Кто-то подойдет и посмотрит на него. Вот у него две стороны, одна белая. Вы видите белую сторону, а я буду с вами спорить и говорить, нет, это не белая сторона, это… Цветная. Цветная. Вы будете со мной спорить, но я-то вижу вот это, а я не вижу вот это. Нам нужно с вами начать видеть не только хобот слона, уши слона, а видеть картинку целиком, как все устроено. То есть мы слишком узко смотрим, и наше каждое слово завуалировано в какой-то шаблон. То есть у нас какое-то определенное о нем мнение, и если ты начинаешь его рассматривать, ты начинаешь видеть… Блин, по-другому даже как это объяснить. Когда шаблоны начинаешь его создавать, ты понимаешь, ну, когда вот так вот объясняешь без практики, хрен поймешь, о чем вообще речь. Про книгу «Зубы» расскажи. Книга «Зубы». У кого проблема с зубами, с дёснами, не знаю, коронки там, мосты, кариес, выпадают, кровят, неважно. Я прям взяла и написала книжку. Сейчас мне её надо отредачить немножко и отправить её дизайнеру. Отчего у нас проблема с зубами? И как мы можем их решить? Что делать? Ну, помимо стоматолога, это понятно. К стоматологу тоже надо сходить, раз она уже возникла, эта проблема, ну, полечить-то надо. Вот, ну, по крайней мере, вы осознаете, что вам тело сигналит через эти зубы, чтобы прекратить этот сигнал тела, чтобы у вас больше не разрушались зубы ваши. Ну и плюс, поработав зубами, у вас картина мира со всеми остальными проблемами, она поменяется. То есть она захватит, то есть решив проблему с зубами, вы решите проблему во многих сферах. Ну, как, не знаю, маленький кусочек, даже одна программа, она захватывает все сферы жизни. У вас такие голоса приятные. Ой, спасибо. Так, телефон падает. Сигнельникова. Крут, но он, Иисус, борода-то его побрить. Не надо его побрить, зачем ты такой? Принимай его таким, какой он есть. Конечно. За бородой. Про порчу проведи, пожалуйста, эфир. Ты говорила, что расскажешь со своей точки зрения. Интересно. Когда такое было? Да, знаешь, было, было. Я вспоминаю. В какой-то реальности это было. Наш мир — это самоподтверждающаяся правда. Если вы верите в то, что на вас могут навести порчу, действительно так это произойдет, потому что внутри сидит такой шаблон, что вы уязвимы. То есть надо выявить вот эти шаблоны, что мир опасный, вы уязвимы, что-то на вас влияет. Они, эти шаблоны, всегда подтверждают вашу правду. И действительно мир на вас влияет, и действительно он опасный, и действительно вам будет плохо. Потому что вы точкой обзора своей создаете вот такую реальность. Вам нужно поработать с тем, что творец вы, а проекция мира, она от вас идет. То есть мир следствия. То есть вы причина, а все, что вы вокруг видите, это ваша проекция уплотненных в форму чувств, ваших собственных чувств. Вы чувствуете страх. Этот мир будет реализовывать картинки, которые будут вам показывать вот всеми ситуациями вовне, войнами вовне, будут показывать и вызывать это чувство страха, которое вы в себе пытаетесь подавить. Он всегда будет вызываться вовне, этот страх. Нужно работать со страхом. И с тем, что вы жертва обстоятельств. И жертва обстоятельств в том числе. Да, но если вы верите в порчу, она вас догонит по-любому. Потому что любой страх — это то, что желает душа с нами прожить. Для того, чтобы получить определенный опыт. Если вы поймете, для чего вам опыт этой порчи, что вам это даст, и это дать себе по-другому, не через порчу, а как-то по-другому, ну еще надо выявить, да, какой там опыт, то тогда все поменяется. Вам уже не придется ждать этой порчи, чтобы это получить. Короче, нужно... Не знаю, кто меня сейчас понял. Вам нужно осознать, для чего вам нужно прожить эту порчу. Если на вас наведут порчу, то что будет? Какая выгода? Вы же вот такими словами, такими пытаюсь сказать. Какая выгода? Может быть. Я не знаю. Человек поболеть, может, хотел. Кто-нибудь знает. Мне будет плохо, меня будут жалеть, может, я начну что-то делать. Пожаловаться на ужасный мир. А что это мне еще дает? Подтвердить свою правоту, что вот я такой бедный, несчастный, блин, а вы тут со мной спорите? Ну, тут надо индивидуально, наверное, с каждым поработать. Мне сейчас голод, даже такие шаблоны не лезут. Блин, каждый раз, когда я рассоздаю какие-то шаблоны, я потом даже вспомнить не могу их значения. Короче, давайте поработаем лучше. Приходите в чат. Так, реально в двух листах основы мироздания. Это о чем? Это про альбом, наверное. Про какой? А, про этот? Я не знаю. Шапка профиля — это святые носки. Что? Это если зайти и нажать на Нелли, и вот откроется ее профиль. Там будет написано Нелли Давыдова, потом снизу текст нейрохайкер, нейропсихолог, и там синими буквами будет гореть шапка. Там ссылка такая. Топлинк, хэштег Нелли Давыдова. На нее нажать — откроются кнопочки. И по этим кнопочкам человек рисовал мне стикеры святые носки. Она нас троллит. Нет, это не она рисовала. Разве? Да. Так. Но она участвовала в этом чате. Да, она была. У Нелли язык заплетается, у меня такое бывает, когда кайфово забываешь, как говорить. Это точно. Престранство вариантов. Нет, действительно, мне просто сегодня девочка, я что, зашла на Куражетта в прямой эфир, только рассказала, как у ней все классно с мамой. У нее... Ну, мама выздоровела. И я такая, блин, да ладно? Потом следом Андрей мне написал отзыв, я тут же его выложила. Мне 140 тысяч подарили. Действительно, подарили. Я подтверждаю, потому что я была свидетелем. Так, и что еще? Какой отзыв был про рак? То, что женщина излечилась, то есть у нее должна быть операция? А, девушки должны были удалять две груди, яичники, да? И вот мы с ней работали. Блин, ну это, конечно, тяжко было, сколько мы с ней работали. Кому-то тяжело вот прям реально заходит, кому-то легко. Но опять же, зависит от человека. Кто-то бросает даже... Кому легко, тот тоже бросает, а кому тяжело, то... Ну вот она доработала, что ей во время операции сделали какую-то операцию мини. Ну, что ей сделали? Там она сказала, там кусочек какой-то маленький отрезали. Грудь полностью оставили. Хотя сказали, будем отрезать. Яичники оставили, сказали, тебе не нужно. А все были в шоке, врачи тоже. Сказали, ну чудо чудесное. Вот. Но она-то знает, где там ноги выросли от этого чуда. Как мудрецы со слоном. Да. Девочки, вы крутые, крутые, до встречи. Пока. Сейчас все из эфира уйдут. Почему? У нас 140 уже просмотров, 141. Каждый живет в своем коридорчике. Да, каждый живет в своем коридорчике. Но этот коридорчик можно расширять. Можно выходить из коридора в другие комнаты. В другие реальности. Да. Блин, язык. Правда. Поплетается. Не могу. Будет ли еще живая встреча с Ольгой? Ну, я сейчас в Краснодаре. Дело в том, что поэтому не знаю. И плюс А. Слушайте. У меня сегодня просто сказочный день. Сказка на сказке. Мне со Швейцарией прислали вещи, которые год до меня не могли дойти. Подарки наконец-то пришли от крутой фирмы. Блин, я вообще была в шоке. А потом мне чувак пишет про Бали. Я захожу случайно параллельно в ТикТок и вижу, как другой чувак рассказывает, что можно прилететь сейчас на Бали. А я только вот на днях голову ломала, как мне полететь на Бали. Там с Викой, с Кристиной собрать толпу. Мы в чате там обсуждали, что многие хотят. Блин, есть возможность прямо сейчас взять и поехать на Бали. Дом с виллы снять 15 тысяч рублей, там, байк 5, 500 рублей. Я не прибедняюсь, я просто потому что давайте поехали. Вот, визу бизнес надо только купить. 330 долларов оплатил и тебе визу дадут электронную. Никуда не ехать, надо ничего не делать, никаких анализов там не нужно. Ну, если даже будут в аэропорту просить, звоним человеку, он в течение часа привозит прямо в аэропорт справку о ковиде. Не помню, сколько стоит, то ли 1000, то ли 3000 рублей. Вот, мне папа сказал, он ее делал. Ему прямо в аэропорт привезли справку и все, он полетел. Короче, проблем нету, даже на Бали поехать. Я такая счастливая сейчас чую, вот. А муж мне сказал вчера, что готов меня отвезти на Новый год в Танзанию, куда, не помнишь название? Я не помню. Туда можно ехать тоже на морюшко. Я такая думаю, блин, какая Танзания, давайте на Бали поехали. Вот, и у меня крышу сносит от этого. А, еще ночью девочка мне звонит, рассказывает о своих чудесах, ей такая говорю, слушай, ты в Москве, мне срочно нужен мастер меня подстричь, давай я тебе куплю билеты на самолет туда и обратно, ты прилетишь, меня покрасишь, подстрижешь. Она такая, давай. Вот, и она вот, ну, сейчас приедет на два дня, покрасит меня подстричь с Москвы, потому что до нее, с моего дома, до Москва-Сити доехать на такси мне две тысячи рублей, а самолет стоит полторы. Я тут просто свеюсь, прикиньте. Короче, из Москвы вызвала человека самолет дешевле такси по Москве. Куда мир катится? Так, вот к чему я вот это все расскажу? А, я рассказала, почему мне язык заплетается. так. Возьмите меня в прямой эфир, есть что сказать. Блин, не сегодня, три человека это будет перебор. Мы просто с Викой вообще в кадр тогда не влезем. А с грудью что может быть? Ну, грудь, это когда вы хотите всех вскормить, вы мамочка. Они еду не просят. Они еще на вас обижаются, типа, что вы их задалбливаете. И сами на себя обижаете, и на других то, что я тут им все, а они еще нос воротят. Вот это вот проблема с грудью. Было бы круто, если бы ты написала книгу о телепатии. Хороший вопрос. Надо скачать какую-нибудь книгу о телепатии и посмотреть, что в них вообще пишут. Я вообще даже не представляю, как ее можно объяснить. Не знаю, это такая работа на уровне чувств происходит, плюс Нелли делает свои сеансы. А ее можно как-то объяснить человеческим языком словами? Вам нужно чувствовать, чувствовать, как... Сделать книжку и просто почувствуйте книжку. Положите руку на книжку, почувствуйте, какая она. Слушай, может вот так и сделать. Почувствуйте, переведите. Так, выходите в эфир почаще. Зубы, зубы. Зубы разрушены. Книга будет скоро. Я уже ее дописала почти. Я каждый раз обещаю, у меня столько планов. Вот смотрите, я завтра запланировала весь день писать книгу о зубах, чтобы ее закончить и завтра ее отдать на эту штуку, оформление. Что вы думаете? Мы сегодня с Викой придумали марафон, и он оказался важнее и нужнее, поэтому завтра я откладываю опять зубы, потому что нам нужно в чат-бот составить задание, чтобы его запустить, потому что люди хотят на марафон, особенно те, кто сейчас читает отзывы, плены все пропустили. Штраф прилетел за нарушение полосы движения, что я себе задолжал? Ну, свернул мне туда, где-то ты не по той дорожке идешь. Тамара, где-то ты. Мой брат называет Нелечку. Кем-чем? Вики, глаз красивый. Левый или правый? Чтобы я знала, какой. Вообще, это зеркально, если тебе скажут. Вот это левый, а для вас это правый. Да, опять реальность поменялась. Прикиньте, для меня это... Для нее это левый, для вас это правый. Вообще, капец. Нелли и полвики. А, мой брат называет Нелли ласково, Нелли Иисус. Как при разводе с мужем получить его адекватную реакцию, если страх агрессии его? Так, у вас неадекватная реакция на саму себя получается, и у вас есть вот этот страх агрессии, для чего-то он вам нужен. Агрессия вообще человеку нужна для того, чтобы он вскипел и выпустил те эмоции, которые он зажал, давно зажимает в теле, они либо как болячки, либо выходят с агрессией. Здесь надо работать с вашей агрессией, не с агрессией мужа. То есть, все правильные, хорошие, добрые постоянно получают тумаки от жизни. тумаки, потому что вы одну часть видите, добрую, светлую, а вторую часть в себе нет, подавляйте, я не такой, я не цветной, я вот тот чисто белый, пушистый. Вот, вот эта вот часть ваша подавлена, и вы вот эту часть подавленную в себе, цветную, темную, там, какую, через внешний мир себе показываете, чтобы обрати на меня внимание, я часть тебя. И получается, что тумаки от жизни вы получаете из-за своих подавленных чувств, которые себе не разрешаете, вы не разрешаете себе быть более свободной в выражениях в жизни. А быть хорошим это всем угодить надо, а чтобы угодить, нужно подстраиваться под других, то есть вы по своим желаниям не живете, подстраиваетесь, а когда подстраиваетесь, что тут получается? Ну, для чего вы это делаете? Для того, чтобы заслужить чью-то любовь. А любовь заслужить нужно, блин, только для самой себя, у самой себя. Вот, и для того, чтобы себя любить, вам не нужно заслуживать её вовне. Ну, то есть, всё заговорилось. Короче, вам нужно научиться любить саму себя и не пытаться её заслуживать от других. То есть, научитесь себя. Вот, как только вы себя будете любить, то есть, жить по своим желаниям, выбирать себя, ставить себя на первое место. Сначала я, потом все остальные, сначала я, потом муж, потом дети. Тогда мир, как в отражении, в зеркале, блин, как продолжение, вас просто будет это транслировать, и вы будете видеть любовь вовне, к вам, только потому, что вы её будете транслировать. А как вы её будете транслировать, если в вас любви нету? Если бы она была, вы бы не пытались её сдаить с других людей извне, вы эту любовь, когда внутри себя ощущаете, вы её просто начинаете транслировать и раздавать, и вам, блин, то же самое возвращается. Но когда вы в себе это зажимаете, а любовь это ещё как раз таки познать в себе вот эту тёмную сторону, которую вы себе не разрешаете, вы же белый, пушистый, я хороший, я добрый, вот, полюбите меня таким, а вас бьют за это, потому что вы сами себе пытаетесь показать, что, алё, чувак, ты себя не любишь. Я нормально объяснила? Да. Мне иногда кажется, меня заносит, и меня никто не понимает. А, ну после марафона сейчас очень много поймут. С порчей можно скинуть с себя ответственность. О, запоздал ответы, потому что я медленно читаю. Так, это не я, это всё порча, да, снять с себя ответственность. Нелли, я в шоке с точки обзора на примере альбома и разбора порчи. Я только три часа назад пыталась твоими же словами донести это до своей подруги, которая со мной спорила, что она есть. А вы наказывали, что её нет. Она есть. В вашем мире это проекция, но она-то у себя есть. Вы два мира резонируете в точке соприкосновения, где пазл сошёлся, где кто-то что-то кому-то даёт. Она получает одно, вы получаете другое. Неважно что. Но она-то есть. Перекиньте, людям сказать, вы не существуете, гадины вообще. Может, она вообще про порчу? Она так непонятно написала. Я уже сейчас догоняю, что-то, наверное, про порчу написала. Точно! Ты про порчу, я про подругу. Я подумала, ты подруге доказываешь, что она не существует. Твой невидимый друг не существует. Всё, я поняла, ты про порчу. Сорян. Ну, тоже весело получилось, прикиньте. Чё так смешно? В твоей реальности она есть, а в моей её нет. Сейчас я просто отправила ей ссылку на эфир для закрепления материала. Понятно. Марафонщицы вас любят. Да. Да не только. Я тоже хочу на Бали с вами. Короче, объявлю всем, когда полечу на Бали, как там классно. Сказочная Бали. Я обожаю. А, Занзибар, вот. Да, на Занзибар меня муж зовёт. Сколько людей знает, что в Танзании Занзибар открыт. Офигеть. Ну или как проработать вопрос с ипотекой? Вопрос, для чего вы хотите тянуть эти долги. Есть в этом выгода у вас. Всегда нужно, в первую очередь, признавать ваше желание, что весь материальный мир это продукт вашего желания. Всё, что вы видите, наблюдаете ситуации, людей, хамское отношение, любовное отношение, не важно. Всё вы это желали. Для чего? Ну, для какой-то игры, опыта. Какой опыт? Какие выгоды? Что мне это даёт? Почему я это хочу? Так, долги. Нахрена? А что я себе показываю? Какие у меня долги? Ну, если этот мир продолжение вас, то долги к себе какие-то. Надо разбирать. Ну, по крайней мере, выгоды у вас точно есть. Тянуть ипотеку. Какие-то чувства вам эти долги дают. Какие могут быть чувства, когда есть долги? Да, задолжал всё, всё, что угодно. Любовь, внимание, заботу. А ещё подтверждение. Мы же все хотим быть жертвами. И самое интересное, когда сядут две подружки, начинают там ещё выпивать пивасика, и начинают друг дружке говорить, блин, у меня муж козёл. Да ты не понимаешь, у меня помимо мужа козла ещё дети дебилы. Да ладно, короче, меряются, у кого хуже от радости. И у нас мозги заточены, ну, мы так воспитывались, себя сами воспитывали. Ну, нам это нужно было. Такой опыт проходили, что мы жертвы, мы не творцы. И надо же подтвердить свою жертвенность, что от нас ничего не зависит, и мы постоянно будем это себе транслировать. Я самая лучшая жертва из жертв. Твоё мнение у сестры на губе. У сестры на губе что? Частенько что может быть сигналит? Частенько герпес может быть. Что такое мнение у сестры? Герпес — это завершённое действие. Если взять обычную психосоматику, ту же там Луизу Хей, недавно, кстати, её почитала. Когда выскакивает герпес, это завершённое действие того, что вы наконец-то себе что-то позволили, что долго запрещали. А хронически — это то, что вы постоянно себе разрешаете после того... Короче, здравствуй, грабли. После того, как долго себе запрещали. Блядь, такой пример есть дурацкий. По мне он дурацкий. Его в психосоматике и приводят. Когда мужик в море, а ты себе запрещаешь заниматься сексом. Ну, с другими мужиками или сама с собой. И сдерживаешься. Приходит мужик, занимаетесь сексом. Наконец-то себе его, типа, разрешила. Вот. И на следующий день у девушки может быть герпес, потому что она себе что-то долго запрещала. И вот это выходит на кожу вот таким образом. Это психосоматика. Вот. И как бы и согласна, и нет. У меня есть про герпес, между прочим, целый пост. Есть? Был в статьях? Не помню. У меня было про кожу и про герпес в статьях. Да был, был, был. Посмотрите. За неделю двое похорон. Что это? Какие-то части вас, естественно, уходят. Это и не плохо, и не хорошо. Либо они уже отжили, вы перестали резонировать с этими частями, что-то осознали, да, и восстановили свою целостность. Либо что-то, наоборот, отрицаетесь. Здесь нужно подумать, ну, как вы относились к этим людям, во-первых, да, и кто они, насколько близкие. А ещё то, что люди возвращаются из того света, блин, уже два случая вот в моей практике за этот год. Я, конечно, в шоке. Незнакомые люди часто мне пытаются указывать, что делать. Так, а потому что вы никогда не делаете то, что вы... Никогда. Что, блин, слово такое? Никогда шаблон надо исцелять. Вы себе не позволяете что-то делать по своему желанию. Вот есть какое-то у вас желание, причём это желание постоянное и периодическое какое-то вот прям, которое нужно делать каждый день, а вы себе не разрешаете его делать. Да, губей герпес. Не позволение. Герпес — это не позволение. Государство хочет ежегодно от меня, о чём это мне? Ну, вы что-то ежегодно хотите от себя. Но мы из конца учебника задолжали себе любовь к самому себе. Чувства задолжали, естественность себе задолжали. Видите, сколько в масках люди ходят? А это всё к тому, что мы все в масках. И пришло это время уже всем коллективно разобрать, что мы боимся проявляться, боимся быть настоящим, сдерживаем свои чувства, постоянно друг другу врём. Ну ладно, друг другу мы себе врём постоянно. Меня это не заботит, мне это не интересно, мне это пофиг, а у самого кошки там скребут, но мы даже себе не можем позволить согласиться с тем, что мне это там не нравится. А пофиг. Меня там ущемляют, а пофиг. Ну то есть мы эти чувства подавляем себе. Вот, что уже дотрансформировались своими шаблонами до такого, что уже весь мир в масках ходят. Уже в реальности эти маски проявляются. То есть они были ментальные маски, а теперь у нас в реальности все в масках ходят. О, какую тему затрону? Давайте не про государство и политику, то ещё это мало ли чего. Государство хочет денег от меня, о чём это мне? Кто-то хочет денег. И вы хотите, конечно же. Всех опекаю, устала их, достала, остановиться, как специально, ни в какую. Всё понимаю. Подавляю, хочу любить. А, любовь заслужить. Вот вы это понимаете, теперь берите волю в кулак, у вас есть выбор, всегда выбрать. А для этого, чтобы выбирать, ну что делать, вам нужно быть осознанным. Не на автомате делать привычные вещи, как мы привыкли, как роботы. Встал, поел, работа, дом, приготовил, поспал, почитал, блин, одел что-то автоматически. Короче, вообще не обращая внимания. У нас был такой день классный, это всё продолжение к этому разговору, на марафоне, день закрытых глаз. Это нужно было хотя бы минимум 2-3 часа дома прожить и делая естественные дела с завязанной повязкой на глазах. Что это даёт? Это даёт погрузиться в мир чувствования, когда вы перестаёте вот это вот всё видеть эту иллюзию и начинаете хотя бы понимать, что вы делаете, что вы сейчас идёте, что вы можете упасть, что вы сейчас там кушаете, какой там запах, какой там вкус, какая на мне одежда, как она сидит, мне приятно или мягко. Я уже давно забыла, как чувствовать телом, вообще ощущать, мне приятно или нет, мне тепло или холодно. мы даже это не замечаем. Ноги замёрзли, вот у меня я ходила, пошла в ванну, короче, и когда я начала набирать ванну, это было вчера, я просто охренела от того, что я не чувствовала, что у меня ноги замёрзли, потому что еле-еле тёплая вода моими ногами ощущалась, как неимоверный кипяток. Я не могла поверить, для ног кипяток, для рук холодное. Я такая, чё, приплыли параллельно две реальности, ноги в одной, руки в другой, потому что я просто, как робот вчера была, ну там на эмоциях, конечно, Вика приехала, я даже не ощущала, что у меня ноги замёрзли, представляете, мы так живём, как роботы с вами. Это я к чему вообще начинала? А, воля выбирать. Закрывайте свои глаза хотя бы на денёчек, можно потом день уши заткнуть, день в молчании провести и побыть в чувствованиях. Почувствовать какими-то другими органами, кожей, блин, что-нибудь. И это упражнение вам даст понимание о том, как быть здесь и сейчас в моменте. Так, родила. Как быть в моменте. То есть вам придётся контролировать себя, вам придётся не засыпать, потому что закрытыми глазами вы в угол врежетесь, упадёте, начнёте готовить, ножом порежете. Вы же не видите, да, вы будете готовить, но вы не видите нож, вы не видите, где там помидор, вы только его ощущаете. И вот это упражнение заставит вас, по крайней мере, блин, на практике почувствовать, что такое здесь и сейчас. Вот когда вы здесь и сейчас, вы можете выбирать, вы можете выбирать делать то, что вам нравится, или не делать то, что нравится. Естественно, тогда у вас и любовь к себе откроется, что вы там ещё написали, и чувства перестанете подавлять, потому что эти чувства вам нужны будут. Ну, блин, вы без них не справитесь, вам придётся их проявлять, потому что вы глаза закроете. Нормально? Да. А мама моя, знаете, что сказала? Я не понимаю, фигня какая-то. Ладно. Зато она круче меня трансформирует, блин. Я бы Вика сказала... Чё? Ещё бы Вика сказала нет. Так. Если человека выгонят... И покидают. А, выгоняют и покидают, то это про что? Человек, во-первых, ну тут с двух... Давайте с двух сторон рассмотрим нашу лошадку. С одной стороны, это он сам себя выкидывает и покидает... сам себя из своей жизни выкидывает. То есть, ему дана жизнь любить, ценить. У него, блин, руки есть, ноги есть, глаза есть, воздух есть, там, природа. Не знаю, столько всего человек для себя уже создал, он этого не ценит. Ему постоянно что-то мало, что-то он хочет. И то есть, он себе показывает, что он себя из жизни своей собственной жизни выкидывает, не ценит то, что вот есть в данный момент. Это первое. С другой стороны обзора, если посмотреть с другой точки зрения, то он хочет избавиться от всех вокруг, чтобы наконец-то обратить внимание на себя, потому что его мозг всё время внимание обращает на других. То есть, он знает, каждый человек, как кому, за кого жить. То есть, как жить самому, никто не знает. Ну вот, блин, за других я знаю, как им жить. Вот сто процентов про себя говорю. Я про себя мало, что знаю, но о других готова рассказать. Вот прикиньте, вот так вот мы и живём. Абсурд, согласитесь? Вот, поэтому это очень хорошо, что человека выгоняют. Пускай он побудет сам с собой наедине и окунётся в мир чувствования. Ой, ковид это о чём, да? Какой ковид вообще? Вирус? Человек это вообще вирус планеты, который убивает сам себя. Всё с этим понятно же. Для чего ковид пришёл и попадает? Ну, не на всех ведь. Блин, все токсичные люди болеют, все люди счастливые, которые здесь сейчас живут и занимаются собой. Маски, не маски, им вообще пофигу. Их это не берёт. А те, кто токсичный, да, который не хочет жить, просто вот того и берёт. Информация легко заходит. Слушай, это мой первый эфир, когда информация легко заходит и все говорят, я понятно объясняю. Да ладно? У меня переворот, что ли, в сознании? Я стала понятна сама для себя? Нифига себе. Вы тоже сейчас моя проекция? Конечно. Я человечек в вашей голове. И Вика тоже? Вы? Что это такое? Это читать или давай ты зачитывай? Всё стрёмное буду я зачитывать. У меня после охеренной встречи с любовником все губы обсыпала. Ну вот. Давно себя запрещала. Давно запрещала и разрешила. Читай. Меня несколько раз просят взаймы относительно крупную сумму денег, хотя знают, что я не работаю. Чего это? Они видят меня человеком с деньгами, типа не работают, но что-то живёт, значит, с деньгами. Нет. Нет, совсем не так. Что они видят, вы никогда не узнаете, потому что эти люди, человеки из вашей головы, проекция вас. Вы сами у себя просите взаймы той энергии, которой вам не хватает. Энергия рождается в моменте желания. Где ваше желание? Где ваши импульсы? Вы себе очень много желаний задолжали, очень много энергии задолжали, двигаться перемен задолжали. И, естественно, вы уже сами до себя допроситься не можете, но вы себя не слышите. Мир вам, как ваше продолжение, транслирует вам об этом, что, э, обрати на себя внимание. Ты хочешь взять у себя взаймы того, чего нет. пора рождать энергию. Пора рождать. Энергия рождается во время движения. Движение перемен. И будут тогда у вас... И будешь тогда по праву себе называть человек с деньгами. Нормально. Секс — это плохо и вульгарно. Нас же так учили. Отсюда и герпес. Родители гинекологами пугали в юношестве. А давайте, возвращайтесь в детство, закрывайте глазки. Все, кто вас там пугал, идите, отдайте маленький шаблоны всем этим родителям. И кто вас там пугал? Гинекологами. Гинекологи вас тоже, наверное, пугали. Вот, скажите так. Это ваши шаблоны. Забирайте свое мнение на ваше мнение. У меня мнение другое. И все. Ну, это ментально чисто к мозгу расслабиться. Это, конечно, не так работает. Но оно работает. Она работает, потому что нейронные связи начинают такие... Ничего. Так тоже можно было. Так. Во сне меня позвали к телефону, сказав, что звонит мой папа. Но я удивлена была, потому что папа умер. Взяв трубку, спрашиваю, кто это, и понимаю, что это мой дядя, братишка моего папы, но он тоже умер. Когда... Мне, кстати, пост вот я сегодня редактировала, хочу сделать. Когда возвращаются умершие люди, ну, во снах, либо в таком полудремном состоянии, либо звонят люди из прошлого, которые не умерли, неважно, ваши там бывшие друзья, знакомые, любовники, они хотят вам напомнить о тех чувствах, которые вы испытывали, находясь рядом с этими людьми, потому что у вас есть какие-то в данный момент желания, желания в материальной форме это букеты ваших чувств, то есть за каждым желанием стоит чувство. И вы не обладать чем-то хотите материальным, вы хотите какие-то чувства испытывать при этом. и у вас есть какие-то желания, и чтобы исполнить это желание в материальной форме, какого-то пазла чувства не хватает. И всегда находятся люди, которые придут к вам из прошлого, ну, якобы, прошлое-то сейчас рождается, из точки, где сейчас, напомнить о каком-то чувстве, вспомните, какие вы классные были, когда у вас там папа, брат был, как вы себя тогда чувствовали, как вы себя вели, о чём думали, да, ну, какое у вас состояние было, вот это состояние проживите, вот, и плюс, что, какие чувства вызывает у вас папа, вот этих чувств не хватает вам, блин, ну, это, наверное, такие чувства, у меня, вот я вот вспоминаю, сейчас, какие чувства у меня с папой связаны, у меня папа жив-здоров, всё нормально, в море, ну, такие тёплые, такие радостные, я прямо сейчас чувствую, класс, вас не зря спросили, поспоминаю, когда неожиданно бывший звонит, спустя там 20 лет, или там 10, надо вспомнить, когда вы там с ним ходили на свидание, какие вы были зажигалками, какие вы были весёлые, классные, лёгкие, да, у вас там горы сворачивались, вот это чувство вы забыли, лёгкости, интереса, да, а сейчас мы это всё знаем, какие, сейчас уже ничего не интересно, ну, когда мы всё знаем, нам ничего не интересно, когда задаю себе вопрос, копаю, получаю ответ, тогда и вопрос решается, ну, ну, да, типа, да, с помощью грусти и злости мы провоцируем себя на перемены и знак вопроса, все вопросы в конце ставьте восклицательный знак, блин, вы не ошибётесь, вот никогда не ошибётесь, если муж постоянно кричит, недоволен, обвиняет во всём, ну, ваша творческая часть кричит, обвиняет во всём себя, то есть вы критикуете свои желания сами, то есть ваш внутренний творец, ваша мужеская сила творить, вы и есть тот творец, она критикует ваше женское, ну, то есть ваше желание и ваше принятие, то есть вы сами себя критикуете, ваше желание, же, пожелал, и думаете, что они недостаточно хороши, да, или им еще не время, или еще что-то, и не принимайте ваши желания, поэтому Творец вам показывает это. О чем говорят излишняя эмоциональность? Блин, у меня она излишняя эмоциональность, но я бы еще огоньку добавила. Реагирую довольно сильно на все. И не подавляйте, разрешите себе. Разрешите с кайфом быть настоящим. Зачем вы хотите стать, блин, как все, роботами амебными? Зачем вам быть правильным и хорошим? Зачем вам быть одинаковым? Таким... Блин, я даже не знаю, как это сказать. Сначала вы спрашиваете про эмоциональность, а потом вы будете спрашивать, откуда у меня долги, все плохо, болезни. Вот так. Лучше быть эмоциональным, чем с болезнями и долгами. Я начинаю стесняться. А стесняться это то, что... Ну, стеснение, да? В рамки себя в рамки. Стискивать себя в рамки. Подавляйте эмоции. Вы там сейчас подавляетесь, что у вас будут долги охренеть какие. Не надо. Сохраните, пожалуйста, эфир. Вижу, что идет, а посмотреть не могу пока что. Хорошо? Для чего с рождения ДЦП? Есть интерпретация? Есть, конечно, очень много на эту тему. Но, знаете, что бы я вам хотела посоветовать? У меня есть чат рефлексия, где мы записываем каждый день на видео свои там инсайты, озарения, общаемся, но по видео общаемся. В этом чате сколько уже? Человек-то 700, наверное. Больше. Больше. 800 точно. И там, если вы просто откроете эту тему, есть несколько человек, у меня были на марафоне, и они там модераторы даже в этом чате. Они увидят, у них дети с ДЦП, они работают на эту тему и прорабатывают других. Короче, заходите в чат рефлексива, рефлексива, где найти все наши чаты. Топленка, ой, сука, шапки профи. Да. Шапки профи. Кто хочет жить того, коронавирус не берет. Да? Вот, подтверждение. Для меня вообще ковид это какая-то сказка параллельная. Маски больше напрягают. Так, снимаем маски, значит, если напрягают. Папа умер уже как год. Я все не могу дойти до банка, забрать наследство, деньги. Это я тоже себе задолжала. Нет, ну вы себе это ничего не задолжали, ну, как бы, если вам они не нужны, можете даже и расслабиться, и не идти. Вот, но кто хочет, попку поднимет. В ваших же руках дойти до банка. Доползите. Вот проблему людей до банка дойти не могут. За деньгами. Дайте мне такую проблему дойти до банка. Вы сестры? Нет, Вика мой продюсер и директор и организатор вообще всего. Все курсы, мероприятия, вся фигня, все на Вике. Вот, я просто генерирую идеи, она их там раз в пост связала, раз картинку там сделала. Короче, она собирает людей. У меня большая команда, сколько у нас там, человек 20 сейчас, вот, которые, которыми она рулит. И плюс еще куча на фрилансе и постоянно какие-то задачи. Организатор вообще мой. Ну, ты сестра все равно. Теперь будешь у меня духовная. Мы все, к тебе, духовная сестра. А вы все мои духовные братья и сестры. Нелли, во время марафона в сеансе движения сердца четко ощутила сильное напряжение в затылке и мозге. Не удалось расслабиться. Как расслабить мозг, мысли? Задание номер три. Вспоминай три и четыре. Вчера узнала, что могут прийти коллекторы и вынести полдома, в котором я прописана. Ну, не живут. Дом бабули. И испытала дикий страх. Так, пускай придут и вынесут весь мусор. Придет вам новенькое. Плюс мусор, это говорит о том, что ваш дом, ваш дом это ваше тело. Все внешние дома во внешнем мире, это всего лишь склад ваших вещей, ну, ваши привязки. Внутри эта ситуация говорит о том, если перевести, да, на мозги. Что вы держитесь, получается, за опыт, знания, прошлое, да, ну, за все держитесь. Вот. И пришло время очистки мозгов, как говорится, за какие-то убеждения. Короче, разрешите, пускай... Блин, как сказать, нам в мире ничего не принадлежит вообще. Блин, это все иллюзия вообще. Деньги просто с воздуха приходят, и воздух же и уходит. Все зависит от того, блин, во что вы верите. Какая правда в вашей голове, какие у вас мышления, какие у вас шаблоны, вот какая истина в вашей башке. Вот. И разрешите уже почистить себя от этого хлама во внешнем мире и, ну, в голове. То есть разрешите быть тому, что есть, и принять это все вот как есть. Я знаю, что меня сейчас ноги не поймут, и тогда трансформировать шаблоны. Ладно. Все ответы. А я, Капаль, задаю вопрос себе. Ответов много приходит. Как понять, какой ответ верный и правильный? Все. Нелли, у папы проблемы по урологии. Смотрите, если наш мир — это наша проекция, и вы творец, то есть вы смотрите… Днешний мир — это просто киношка, быстрая смена кадров. Кадры — это ваши мысли. Не мир движется из прошлого в будущее, там, время у вас. Времени нет даже в этом мире. Мир статичный. Вы вообще просто как точка наблюдателя, которая наблюдает эту внешнюю картинку. Вот как мысли бегут ваши, вот так картинка и складывается. Другой вопрос, что папа — это тоже ваша проекция, ваша картинка, и проблемы не у него, а у вас. Понимаете, вот к чему я эту долгую тирану говорила. Разбирайте, почему у вас такие проблемы. У меня был эфир, почему мы на Микки Маусов во внешнем мире, так как пустые стаканчики, пустые сосуды, перекладываем весь груз, который не можем сами тащить, на них. Всё, что в себе не можем принять, мы всё разложили по этим стаканчикам. Каждый человек, каждый сосуд, как стаканчик, он наполняется тем, что мы на себе не хотим нести, то, что мы не принимаем. Ну, в нас есть всё. Весь мир — это мы. То есть я. Ну, вы, я, мы. Мы все — клеточка единого организма. Вот, и надо в себе принять то, что говорит эта проблема. Смотрите, каждый орган в теле, неважно в вашем или в чужом теле, это сигнал тела о том, что у вас какие-то там токсичные мысли, которые вас останавливают от движения. Чтобы жизнь продолжалась, останавливают вас. Вы морозитесь, короче. Вам тело это сигналит. Посмотрите значение каждого органа просто в учебнике биологии. Функции. Функции сердца, функция почек, функция глаз, функция половых органов, функция там, любых органов. И эту функцию вы не выполняете. То есть для чего нам глаза видеть, да? Я не вижу ни хрена. Вот, блин, в моём мире есть всё, но я невнимательная ни хрена. Поэтому у меня садится зрение. Мне зрение просто показывает то, что я невнимательна к себе и к своей жизни. Волосы выпадают, да? Ну, с волосами тут отдельная песня. Это мы слишком умные. Люблю фразу. Глупые волосы покидают умную голову, а умные волосы глупую голову. И также рассмотрите вот эту проблему в себе. Как только вы её рассматриваете, ваша картинка мира меняется, в вас люди меняются, в вас отношение людей к вам меняется, в вас вообще мир меняется. А потом каждый рассказывает свою правду. Блин, не сходят вообще. Так. Очень болят зубы. Вот как раз книжка по зубам скоро выйдет. Я её, блин, послезавтра просто описываю, да? Как принять решение, надо ли менять дом на квартиру? Ой, что не пожелать? Вот я не знаю. Это как бы только вы знаете. Таких вопросов. Я обычно говорю так. Перестаньте решать. Перестаньте выбирать. У вас помимо двух выборов всегда есть третий. Выбрать – не выбирать. И просто наблюдать. Оно само решится, и придут вам подсказки. Оно само сложится. Чтобы плыть по течению, нужно перестать гребсти, вообще перестать поворачивать куда-то, в одну или в другую сторону. Ваше течение, оно выведет на самый наилучший вариант, когда вы, блин, ему не сопротивляетесь. Для этого перестать делать выборы. Пойти мне туда или туда. Короче, никуда не идите. Как-то сейчас всё интересно сложится. Слушать себя. Но себя мы не можем слушать, потому что наше тело заблокировало. Мы ни хрена не знаем, что хотим. Поэтому предлагала вам в начале эфира завязать глаза и себя послушать. Куда тело ведёт, что оно хочет, что оно хочет поесть. Вы даже поймёте, что за всё это время, пока будете в повязке, ходить весь день. Вам и кушать не хочется. Вам будет интересно просто пойти все углы общупать. Ну или заняться закрытыми глазами сексом. Это ещё круче. Или взять там кому-нибудь, позвонить, не видя кому. И сказать алё. Так, есть желание высказать всё своё недовольство молодому человеку. Подходим к зеркалу и рассказываем себе всё, что вам не нравится. Потому что всё, что не нравится в нём, это вы в себе не принимаете. но вы такая. Блин. Очень страшная правда. Потому что вот нас в человеке бесит именно ровно только то, что... Я даже не знаю, как это объяснить. Ну есть же вот люди, да, которые выбесили в чём-то. Это то, что я себе не разрешаю. Я тоже такой хочу быть. Или я не позволяю себе это, либо у меня дуальность, да. Две крайности. Вот медалька. Плохо. Сторона хорошо. Белая пушистая, да, это тёмная цветная. Я не вижу целиком чувства. Я его разделила на две части. На плохо и на хорошо. И вот одну часть я в себе принимаю, а вторую нет. Но вот эта вот вторая часть мне всё время будет показываться. Надо соединить этот шаблон или чувство в единое целое. Почему плохо — это хорошо, а хорошо — это плохо. Почему грязный всегда чисто, а чистый всегда грязный. Почему правильно — это всегда неправильный, а всё, что неправильно, это самое главное правильное. Что главное — это не главное, а всё, что не главное — это главное в жизни. Всё самое бессмысленное — это и есть смысл жизни, а всё, что самое со смыслом, это бессмысленно для жизни. Короче, вот вам нужно это соединять, все противоположности в целом и начать видеть слона, а не только жопу, блин. Ничего не hou injection. Такой ржачный эфир не могу, веселый Спасибо, классно Как проработать выпадение волос? Ну, во-первых, начните замечать, как я Помните, меня покрасили буквально пару месяцев назад Смотрите, насколько у меня вырос волос А помните, меня подстригли вот так вот Вот, недавно эфир был У меня волосы уже, блин, до сисек Я вообще в шоке Я захожу в ванну, всегда в зеркало подхожу Такая, блин, нифига себе, у меня опять на миллиметр выросли волосы Я еще не посмотрела, я просто сказала себе И наблюдаю, блин, да, действительно Правда подтверждается в то, что вы верите Если вы верите, что ваши волосы постоянно выпадают Вы будете постоянно их взглядом, своим фокусом, вниманием Искать в ванне побольше Блин, у меня был такой прикол Вот, когда я все время наблюдала Много клыков волос в ванне У меня волосы выпадают А сама с кайфом их собирала в большие шарики Короче, перестаньте это делать Спасибо, Нелли Точно надо попку поднять и забрать Хорошо, девушки в банке Мама живет за тысячи километров Созвон каждый день Каждый день жалуется на здоровье На то На это и мне плохо после таких разговоров Маму очень люблю, но как разговаривать Разрешите себе пожаловаться на вашу жизнь Примите ее Такое, какая она есть То есть перед зеркалом Взяли и рассказали себе Да, я сижу на кучке говна Не позитивная эта психология Я не обосрался, да, хоть и воняет Но я не признаю это никогда Когда вы признаете Да, мне больно Да, мне плохо Да, мне обидно Да, у меня есть чувство вины Да, мне стыдно Когда вы это признаете У вас автоматически рождается новое желание Уже не испытывать стыд Вы его перестаете испытывать Автоматически рождается желание новое Противоположное Потому что вы это признали Вы становитесь целостным Когда признаете свои чувства Хватит их давить и подавлять Вот, мама, ну, как бы мило намекает То, что доча, ну, признайся в себе Что ты очень много подавляешь И не разрешаешь даже это чувствовать И согласиться, действительно у меня такое в жизни есть Не-не-не, мне пофиг Мы обычно так говорим Меня быстро так улавливают Ты с кем? Я с Викулей, моим директором По всей этой шайке-лейке Мирки-ножка Это из Симора, напомню эту тему Кстати, третий день мне говорят про Симора Вик, надо тебе почитать Я-то уже почитала его лет так Сегодня какой-то 2020-й Я в 2005-м Симороне изучала Прикольная тема Трусы на люстру Книжка называется Что-то там еще какая-то строчка Фишка такая там В Симороне Короче, ребят, возьмите, почитайте Очень старая тема, и она прикольная Только не загоняйтесь сильно Встаете, например Нет, давайте другой Пример Стоите, вы на остановке И ждете автобус Долго не едет, сволочь И вы такой Автобус, раз, два, три, три Прихлопа, два, прихлопа Трусы на люстре Я танцую ламбаду Ха-ха-ха Посмеялись, раз, два, три Автобус, приди И наблюдайте, как он приходит То есть вы чувствуете себя волшебником И придумываете шутки Прибаутки Приколы всякие Магические Заклинания И наблюдаете Ну это просто Ваш фокус внимания Мозг расслабляется И он Это Ну вот Все, что вы хотите наблюдать Оно подтверждается И вы это начинаете наблюдать И ваш фокус внимания Смещается Со всякой лабуды Которой вы думаете Что вот он долго едет Он действительно будет долго ехать Потому что вы об этом только что подумали Но если вы идете на остановку С чувством, что он сразу приедет Он сразу и приезжает Вот А на Симоране очень классно Рассказана тема Что Блин, ты попой, попляши Забудь просто об этой фигне Вот эти мысли Которые тебя уводят в сторону И направь фокус внимания Что сейчас вот здесь Сейчас это случится И наблюдайте это Блин, ну я же Маг Я же произвел Тут заклинательные Всякие шаманские штучки Поэтому по-любому должен И автобус приезжает Я практиковала эту тему Так Месяц-два поржала Потом это куда-то В небытие вошло Ну прикольно Потому что это Возродить Три прихлопа Три прихлопа Да Ну там прям есть приколы Вот эти вот Как на остановке ждать автобус Трамвай Там или еще Я кстати знаю Много людей рассказывают Что это когда куришь Что стоишь и ждешь И не куришь Хочешь закурить И думаешь Сейчас начнешь курить И приходит автобус Начинаешь курить И он приходит Шаблон Если я курю на остановке Приходит автобус И автобус приходит На сигарету Скорее Скорее У меня на бирже Другой прикол Отследила Я торгую на бирже Мне нравится покупать акции Продавать их Там фьючерсы Мне нравится сейчас Вот буквально сегодня С битками Заморочилась еще Короче У всех такой шаблон Там Я ржу Как только я продаю акции Они летят вверх Козлина такая Все пишут Как только я их Начинаю скидывать Они вверх Ну я уже думал Что там пик А он дальше ползет Либо как только я Покупаю акции Они падают Они падают Я также евро купила И я и за собой Этот шаблон заметила Потому что я то же самое Писала Что и у меня Так только куплю Они короче вниз идут Я прочухала этот шаблон Рассоздала Плюс 250к За пару дней Блин Рынок пошел вверх Благодаря мне Ребят Покупайте акции Ребят Не не надо Я не хочу вообще Никому советовать Что покупать Что делать Своей жизнью Вот Я к тому Что не надо Заморачиваться Так сильно И ваша правда Всегда будет подтверждаться Вот это вот Я точно знаю Вот А что делать И как поступать Нету правильных Неправильных выборов Есть опыт Как раз сегодня Пост был у меня Про ошибки Ошибок не существует Ребят Мочевая Мочеполовая система Для вывода лишнего Из организма Наверное Не хочется Что-то отпускать Да Как дать Как дать Себе чувство Уюта Ну я даже Вот На такие вопросы Невозможно Ответить Как я могу Объяснить чувство Уюта Словами Любой Шаблон Чувство Подгоняет Любые слова Чувство Подгоняет Под определенный Шаблон А чувства Под шаблоны Под слова Не надо Их только Прочувствовать Можно Одень ты Мягкие Пушистые Белые носки Возьми Котеночка В руки И сядь Возле Дома костер Не сделаешь Камина Ну а на камина Нету Нарисуй очаг Возле батареи И почувствуй Этот уют Даже если ты В голове Просто представишь Что такое уют Начнешь Описывать его словами Представлять Что это за чувство Оно автоматически У тебя всплывает Не знаю Как объяснить Но у меня такая практика работает Я тоже У Нелли Часто спрашивала То есть я начинаю Описывать Что это за чувство Не я не описывать Я иду Одеваю носочки Мне надо чувствовать Мне не обязательно Делать для того Чтобы почувствовать чувство Как посмеяться И там что-то еще Иди поближе Мне надо тебя Обнимать Чтоб не уходилось В общем все можно В голове У нас же все В голове рождается Кто не понимает Нелли Идите на марафон Это бомба Ваша жизнь разделится До и после Слушайте У меня каждый раз После моих марафонов Моя жизнь разделяется На до и после Потому что Я марафоны делаю Вычерпать всю Вот эту информацию Чтобы больше К ней уже не возвращаться То есть у меня По-любому Сейчас будет Что-то новенькое И каждый раз Когда я выгружаю Большой толпе информацию Блин Какой-то у меня прям Квантовый скачок Даже не знаю Как это описать Вот После прошлого марафона У меня вот этот год Совсем другая информация Согласитесь? Да Я телепортнулась После марафона Да Здесь Самая крутая секта В мире Отсюда прежним Не выйдете Будете праздновать жизнь Да Какая у нас секта? Секта радостных людей Мне не хочется Решать проблемы Проблемы Не надо решать Их надо осознавать Что вы Ими себе пытаетесь Показать Чувствую Что не надо Не надо Если вы закопались Перестаньте копать Что там еще? Борьба порождает борьбу Вот пускай у вас Вот эти шаблоны будут Чтобы вы на них Это Не опирались Не совсем понятно Например Тебе не нравится Что у мужа Любовница Это же не значит Что я хочу быть Чей-то любовницей Но избегая этого Не поняла А какие у вас чувства По отношению мужа К мужу? Вот эти чувства Они ваши Какие чувства? Он не изменяет Я чувствую измену Я чувствую измену Измену вы в своем теле Чувствуете По отношению к самому себе Где-то вы себе изменяете Не может человек Изменять вам До тех пор Пока вы себе не измените Как только вы начинаете Себе изменять Своим желанием То есть вы у себя Не первый человек Вы единственный Блин в своем мире И жизнь Дана вам И она только в ваших руках Но вы эту жизнь Не используете свою Блин Вы Все внимание В жизни Отдаете Микки Маусом Вокруг Муж Это вообще Нейтральный человек Как и любовница Это нейтральные персонажи Из вашей головы Просто ваша проекция Ваше отражение В зеркале Ваша тень И они просто Вам показывают Ваши отношения К самому себе Где вы двигаетесь А где вы себя Замораживаете Картинки мира Подстраиваются Под ваши убеждения И мысли Не надо так буквально Воспринимать Что мне надо Стать любовницей Ну для себя Кстати Почему бы И не стать для себя Любовницей Не начать любить себя А что такое Любовница Вообще Любовница Вот мы как раз На марафоне Семейные отношения Разбирали Последний Девятый Этот день Был Роль Женщины И мужчины В паре В семье И Женщина Не может быть Для мужа Ни ребенком В роли Ни мамой Потому что Между мамой И ребенком Секса нет И мужик В семье Не может Играть роль Ребенка Потому что Ребенок Не может Денег заработать Сексом заниматься Ну и как бы Ответственность За свою жизнь Не берет Вот И папиком Он тоже Не может быть Потому что Придется Роль Женщины Роль ребенка Брать в женщине И Почему я говорила А Роль Если исключить Роли ребенка И роли мамы Потому что Мама должна быть Только для своего Ребенка Которого она родила Играть роль Ну не для мужа Если исключить Из пары В отношениях Вот эти роли Ребенка и мамы То у них Остаются отношения Взрослых Там людей Какие И вот я давала Такое задание Что Блин Исключили поведение Вот этих ролей И расписали Какие они должны быть На самом деле Никто не знает Как в паре себя вести Вот И мы на морфоне Это разбирали Так вот Когда мужик С любовницей Как заебись Извините За мать Ну Пофер Короче Любовница Его не учит Как ему жить Он не чувствует Себя Блин Маленьким Сыночком Потому что Жена Его Ну Блин Любовница Его не пилит Блин Как ему надо делать Да Поступать У них прекрасный секс Потому что У них отношения Не как мама с ребенком И папа с ребенком В семье Обычно В паре Муж Жена Берут роль Друг с дружкой Как ребенок И взрослый Ну Родитель А вот Между любовниками Таких ролей Нету Поэтому Отношения Идеальные Мужики Это давно Понимают Они же Умнее Блин Пап Намного Хотя Как посмотреть Ладно Короче Мужики Они молодцы Они подсознательно Понимают Почему им Любовницы Интереснее И почему Они не хотят Семью создавать Большинство Да Там Я сначала Заработаю Ну это все Отмазки Я сначала Там на ноги Все отмазки Человек Хочет быть свободным И правильно делает А бабы Дуры Они хотят Блин Заиграться Вот в эти роли Короче Себя полностью Забыть Растворить А вы поймите Что мужику Вторая мама Нахер не нужна То есть Вот эта забота Материнская А мужа Она ему не нужна Отношения Должны быть Равноправные Они должны Блять Договариваться Каждый должен Жить своей жизнью Они должны Позволять Друг другу Делать то Что каждому Каждому хочется А мама же Блин Я жена И для своего мужа Буду мамой Я знаю Как в семье Создать уют Я знаю Замужа Как нам Блять Все вместе Удобно Ну откуда Я могу Я могу знать Что удобно Нам Я за себя Могу сказать Ну блин Почему я должна Решать за мужа Он же не ребенок У него тоже есть Как у взрослого человека Свои желания Но я их подавлять буду Потому что Ну я же мамка В отношениях Поэтому Мужики уходят к любовницам Чтобы вам показать Блин По крайней мере Что вам нужно стать Как любовница В поведении Со своим мужиком Он не может Уйти к любовнице Если вы будете То есть Самой любовницей То есть Не мамкой для мужика И не ребенком Дети Они не берут на себя Ответственность Они капризничают Они надувают губки Они обижаются Это не отношения В союзе двух взрослых Блин Нормальных людей Если вы берете Такую роль Ребенка То естественно Там ни секса Ни денег Если вы берете Роль мамочки Когда вы Блин Зарешаете за всех И пилите еще Мужика Блин Туда не ходи Там где ты был Там Ну такое А кто тебе разрешил Куда-то пойти Да Вы начинаете Своего мужика Втискивать В тиски просто Естественно Он хочет Пойти И погулять Блин Свободу хочет Ну Естественно Вы в своей жизни Себе показываете Вы тоже Хотите этой свободы Вы себя Зажимаете Еще вокруг людей Зажимаете Себе не разрешаете Не позволяете Быть Ну блин Настоящей Свободной И чувствовать Вот этот уют В душе Откуда будет уют Если вам нужно Всех в ежовых Рукавицах держать И себя в том числе Короче Не убивайте Свою семью Учитесь Равноправным отношениям Перестаньте Быть мамочкой Для своих Мам Пап Мужей Братьев Мамочка Только для своего ребенка Ребенком Для своей мамы Какие роли У родителей Еще помимо того Что они учат Они изо всех Все знают Они зарабатывают Для всех деньги Особенно Да Вот мужики Которые дома сидят Не зарабатывают И не могут заработать А женщины Которые много зарабатывают У них уже Ну автоматом Роль мамы Ну иногда Губки надуваем В роль ребенка Вскакиваем Короче Вот это все Надо из жизни Убирать Трансформировать Осознавать Блин Почему вы так себя ведете Нахрена Ну скорее всего Вы так себя ведете Потому что у вас Примера Равноправных отношений В семье не было Либо у вас Не было папы В семье Либо Может у кого и мамы Ну либо они тоже Ваши папа с мамой Не видели Какие должны быть отношения От бабушки с мамой Переняли Вот эти вот роли Непонятные Надеюсь понятно Сколько мы с тобой В эфире Два часа Да Долго уже Давай быстренько Прочитаем Давай На что обратить внимание Когда в отношениях мужчина Запрещает общаться С мужчинами Друзьями А Ну вот смотрите Мужчина Это ваша мужская часть Ваша мужская сила Могу Мочь Творить Делать И Если вы Сами себе Получается Запрещаете Очень много дел Делать То есть вы Решили заниматься Каким-то определенным Одним делом Ну Однобоко смотрите На ситуацию Да И не разрешаете Себе творить С разных сторон Либо разные дела Ну Как это я Интерпретирую Вот Короче Не знаю Надо спросить Себя В жизни Где вы Запрещаете Себе Какую-то часть Дел Могу Используете Да А с остальной Частью Вы сами Себе Встречаться Запрещаете Имеется ввиду С силой Своей Мужской Мы 100% На 100% Мужчина На 100% Женщина Внутри Мы двуполусущества У нас и мужская И женская Вот Мужская Могу Мочь Делать Можеская И женская И низкая Это Принимать И желать Принимать Своё творчество Блин Что мы тут Сотворили В этом мире Принимать То что Блин Да Это сотворило Это было моё желание Всё Очень легко И просто И вы Где-то Запрещаете Себе Свою силу Можескую Проявлять И даже Не хотите На неё смотреть А я Не знаю И это Как проекция Мир вам Подсказывает В виде Вот Такого кино Всё что В мире Происходит Блин Это просто Киношка Интересно Она вам Подсказывает О вашей силе Внутренней Так Если проблема С любовницами У мужа То возможно Себя Недолюбили У него Двойное Внимание А вам Внимания Не хватает Так Это вот Тоже была Подсказочка Дай Любовь Себе Внимание Как дать Себе Чувствую Это У меня Доживю Что ли А если Сын Неуважительно Относится К моему Мужчине Это о чём Моя лёгкость Детскость Неуважительно Относится К моему Творчеству Короче Я очень сложно Принимаю Своё творчество Короче Во мне Не хватает Любопытства На новое Ну это я разными Словами пытаюсь Сказать Правильно я перевела Вот Я всегда Иду с чувством Что опоздаю На автобус И всё время Вижу его Жопку Отъезжающую Такая же Хрица Акции Вот Я тебя обожаю Сегодня сделай Ремонт на кухне Пошла твой марафон Прошла марафон Ой классно Ремонт на кухне Я иду И надеваю носочки Давайте Ты после марафона Светишься Нет Это фильтр Ну хотя да Фильтр твоего сознания Точно Я же вижу Что я свечусь Вовне Значит я свечусь Внутри Точно Не надо чувства Описывать Зачем их описывать Ну наверное Чтобы прочувствовать Внутри Это Кстати Я очень рада На меня начинают Подписываться Мужики Что-то я могу В себе открыла Какую-то могучку Что мужчины Начинают подписываться Слушать Комментировать Записываться На марафоны Спрашивать про марафоны Идти на консультации Я короче В шоке У меня 99% Женщин В аккаунте Мужики Я вас так люблю Приходите ко мне На канал Рефлексия Давайте там общаться Кстати Там мужчин Уже 5 человек Которые активно общаются Семьсот Пять Мужчин Но зато Там самые активные Мужчины Что-то Я начинаю Себе Не Позволять Это женское Всегда думала Что я вообще Мужик в юбке И что женского Во мне Ноль Вот А сейчас Наоборот Понимаю Я его так Отрицала Я такая Женщина Женщина А вот Мужчины Что-то Только Начали Проявляться Так Интересно Это Там Там Биток Там Биток Там Короче Спасибо тебе Биток Еще Что-то Там Короче У меня 06 Битка Было 380 Тысяч До Марфона Захожу Блин Сегодня И охреневаю Лям Вот Но я их отдала Сегодня Опять Но уже проверенному Человеку Моему Очень близко Дорогому Другу Который Сегодня Смотрит Мой прямой Эфир Он Сейчас Будет На них Трейдить Так Прикольно Когда Не держишься Все Возвращается С плюсом Если Я сама Ушла От мужа Это Я сама Ушла От Своей Творческой Энергии Своего Творчества Да Нет Не Обязательно Вы Просто Встали С гвоздя Который Мешал Вам Сидеть Ну Как бы Рассматривайте Ну С разных Сторон Творчество Из точки Десять Сейчас Никто Не запрещает Вам Творить Заново 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 И заново То есть Разрешайте Прям Десять Сейчас До меня Дошло Пока Я стесняюсь Я живу В маленькой Квартире Теснота Внутри Теснота Снаружи Уху У нас Осознание Прям В прямом Эфире Щелкается Нелли Об этом Говорила Много Раз В начале Эфире Я как будто Услышала Сейчас Я тебя Люблю У меня Тоже Озарение Я Всегда Летала На самолетах Эконом Класса Потом Три года Назад Пересела На бизнес И У меня Была Мечта Полетать Частными Рейсами Я Себя Стесняла Ну Думаю Блин Ну Для бизнеса Я раньше Говорила Это только Дебилы Бизнес Покупает Но потом Когда я поняла Что после полета На бизнес Мне возвращается Еще больше Чем я на него Потратила И каждый раз Такая фигня Когда я стала Себе это разрешать Я такая думаю Нифига классно Я себе позволила Со спокойной душой Бизнесом летать Я такая думаю Блин Когда же будет Частный самолет Короче В моей жизни Реально появились Частные самолеты Они дешевле Для меня сейчас Чем бизнес Вот Но пока еще Никуда не летела Если на Бали полетим У нас будет Джет Частный самолет Так что Ребята Полгода назад Если бы мне кто-нибудь Сказал про частный самолет Я бы сказала Ты че куку Это невозможно Возможно Можно летать Частными самолетами Дешевле В складчину С попутчиками Бизнеса Понимаете Я когда это узнала У меня был вообще Шок Спокойно И сейчас еще и вертолеты есть И вертолетное такси В Москве Процветает Но я еще там Не летала Попробуем Но я на вертолетах Просто летала Уже много раз Поэтому Не так интересно А на частном самолете Но На частном самолете Есть большие минусы Сильно трясет Сильный гул такой И короче Некомфортно лететь Все кто там летал У меня друзья Сказали что это будет Кошмар Но Для меня вот это вот Кажется Блин Надо расслабиться Будет хорошо Так Это ж по-новому А вот у нас МЧ отношения Мама-сын А секс на высшем уровне Непонятно Ну хорошо Ну есть же извращенские Ситуевины Вот Кому-то нравится Инцест Ну психологически Окей Но другие сферы То хромают Рассмотрите Почему Так и есть У нас нет модели Взрослых Сексуальных отношений Не сексуальных Семейных Семейная модель Поведения Когда ты в семье В равноправии Там и секс есть Уже нормальный Блин Априори просто Я мужу По первой Говорила Слушай Я почему-то Перестала тебя хотеть Вот не хочу Я не могу понять Почему А муж у меня Ну я бы сказала Так Первая красавица На деревне Это самый красивый человек Который когда Я люба видела Его на улице Все время дергают За руку Останавливаются И хотят сфотографировать Он очень красивый Ну просто нереально Кукла Вот Ну реальная кукла И он Еще мало того Что кукла Он еще умный Он как мужа Разрекламировала Я ему говорю Что-то я Блин Поначалу секса Столько было А тут что-то Не хочется И потом я говорю Я чувствую Как будто Блин С ребенком Сексом занимаюсь И начало доходить Что я переросла В роль мамочки Сначала было У нас все классно Мы такие Блин Влюбленные Все так круто Все так вообще Офигенно А тут я начала Включать мамку Я-то Денис Все знаю Как надо Я же знаю Как лучше для нас Я же знаю Что вот Я запланировала Вот это Вот это Вот это Тебе надо Вот это Вот это Вот это Я забыла Видеть в нем Мужика Короче Он для меня Как сладкий Маленький ребеночек Такой пирожочечек Вот И прям затискать Его хочется Но это я уже понимаю Что мне пора Детей своих Вот А в нем Надо мужчину Рассматривать И короче Обратно-обратно Надо срочно Уходить с этой роли Все что я рассказываю Я себе естественно Говорю Все шаблоны Вот эти вот Вокруг вас Витают Я всегда вижу в них Вот сейчас вот Делюсь примером Как только я это создала Ну что Можно сексом заниматься Дальше Нормально Ой блин Рыжака Хочу на Бали Там увидеть тебя Расскажи Когда поедешь В район Где будешь Слушайте Живу без плана Дайте мне Этот Новый год Хотя бы спраздновать Хотя бы вот Где-то тут Рядышком Я все объявляю Ну как случается В сторисах Там В постах На самое интересное Попал Самое интересное Спать не пускает Такое время 23 В Москве Я из роли Любовницы Сбежала Не могу и не мою Нет Роли Любовницы Имеется ввиду Не физически Любовница А мышление Любовницы Мышление Это блин Напишите список Как ведет себя Любовница Почему у нее Куча подарков Почему ей Классно Почему у нее Здоровский секс Классные мужики И вообще Блин Все классно Вот Почему бы такую роль В семье Не использовать Но конечно У любовницы Тоже есть Крайности Которые не надо Использовать В отношениях Возьмите себе Таблички Составьте Как ведет себя Ребенок В семье Маленький Там Годовалый Двухгодовалый Там Пятилетний По отношению К родителям Какая его роль И как ведут Все родители Когда воспитывают Маленького ребенка Который в детский сад Ходит Исключите их Из равноправных Отношений Вот эти вот Поведения Разные Обижаться Вот эти губки Идут Я обиделась Все Он ходит Уже три дня Вокруг тебя Да что случилось Ты хотя бы скажи Сам догадайся И пипец Спишь на диване Все Я обиделась Да и вот этот Маразм И абсурд Нужно Осознать И признаться Что я творю Вообще А у нас Три часа ночи Обнимашки У кого-то Шесть утра Ой Сорян Почему бы Не надуть Губки Если часть игры А потом Сексом У мужика С ребеночком Нету Не стоит Блин Ну а так Как бы Поиграйте В губки Почему нет Но это Не будут Взрослые Нормальные Отношения Порой Женщинам Не хватает Театральности Игры В отношениях Идут На пролом Да кстати Ну играть То нужно Как улитки Двуполые Девочки Целую Обнимаю Пока Пока Целую Обнимаю Застряла В шаблоне Муж Зарабатывает Это я домохозяйка Я не знаю Как Разобрать ситуацию Не Сейчас Не хочу Разбирать Отпустите Спать Вы классные Блин Ну что Вы вас Привязали Ну хотя Да Я чаечку Хотела попить Уже И кофеечку Не допила Налитый Стоит Два часа Одназад Забытый Так Я сейчас Читаю Сообщение Налитый Красотка Спасибо Я как раз Сегодня говорила Какой мне тупой голос И я стрёмная У меня еще Аудиоканал Есть все статьи Свои Перевожу В аудио Которые можно Слушать За рулем Прикиньте Классно Вот И ссылка В аудиоканал У меня В профиле Посмотрите Там менюшка Так вот Что я хотела сказать Про аудиоканал Я что-то там Прочитала А потом начала Про аудиоканал Говорить Ну Блин Я забыла Зачем я хотела Сказать про аудиоканал У меня просто Мысли идут Вперед Паровоза Что-то красивое Мы про тупой голос Начали Ты сказала Про голос Да И короче Я его решила Этот аудиоканал Сегодня забросить Но я еще Вики не говорила Вот так вот Узнаешь В прямом эфире Вот Потому что я послушала Что-то свое аудио И сказала Что это Тупой голос Покажите острый голос Или умный голос Да И скитала в рефлексии Что ребята Точно нормально Ну как бы У меня что-то тупой голос И нормально Когда озвучка Идет еще С медитативной музыкой И все стали писать Как классно Как классно И я что-то подумала Наверное Все-таки нормально У тебя голос И все уговорили Остаться Оставить этот канал Да Поэтому подписывайтесь Не буду удалять Да к чему я это вообще говорила Не понимаю Рекламу сделала Нормально Я наверное хотела Первая реклама Вторая комплиментов Третья Пожаловаться на свой голос Ужас Я вот бизнесом летала На похороны к отцу Надо трансформировать Что это не только в трауру Ну конечно Это ваш комфорт Уют Сервис Любовь А я свою называю Пирожочек После того Как набрала А после того Как набрала вес А Так Называй ее Хотела сказать Это зефирушка Думаю нет Она тоже Большая Фашистая Давайте ее Устройним Чем-нибудь Худым Перемешек Не надо Вот так и развивается Комплекс Я слушаю Я слушаю вас Первый раз В каком городе Живете Сегодня Я живу В Краснодаре Вчера Жила в Москве Ну может быть Завтра тоже В Москве А так Собираюсь на Бали В Швейцарии И в Нью-Йорк Кстати еще позвали Ну как бы Я живу в своем теле А мое тело Гуляет по всему миру Постоянно Вот кто меня знает Я вот пять лет Путешествовала С страны в страну Но из-за короны Чуть-чуть Подвисаю По России Ой А планы, цели Списки, желания Ограничивают Смотрите И да И нет Планы ограничивают Вот У меня есть планы Но У меня Установка Что Я не обязана Жить по плану И я не обязана Ему следовать Вот я написала план Ноговики шикарные Что? Ноговики шикарные Да Шикарные Теперь настроили Я ее Хотела погладить А она не там Короче Планы писать Для того Чтобы по крайней мере Какие-то ориентиры иметь Почему нет? Мне это интересно У меня есть план Какие книги Я хочу написать То есть фокус внимания Чтобы у меня там был Но я им не следую Я четкий путь Себе не делаю Потому что В потоке Это Не прокладывать себе Этот путь Трубу В потоке Она сама будет литься Там У нас идеи Как бы за планы считаются Да У меня просто идея Это есть мои планы Планы на будущее Быть счастливой Планы на будущее Любить себя Планы на будущее Кайфовать Вот такие планы И И И И И И Желания Я пишу Для того Чтобы Я пишу У меня большие списки желаний Я пишу Списки желаний Чтобы понять Какие чувства За желаниями стоят Каких чувств Мне сейчас не хватает Что я хочу чувствовать То есть Как подсказки То есть Наш мозг Рисует Вот эти картинки Подсказать нам Что на самом деле Это мы хотим Мы же не обладать чем-то хотим Мы хотим Это прочувствовать Я же не хочу Бизнес-классом Лететь Да Ну какое-то желание Я хочу чувствовать Как мне Круто Комфортно Летать Блин Там вот так Ноги растопырил Там лег Тебя массажирует Это кресло Вибрирует Тебе там Чай Кофе Шампанское Ну круто Понимаете Классно И все Я хочу ощущения Комплименты по каналу Ой Комплименты Аудио офигенные Тра-та-та Все классно Девочки кайфовые Нога тоже В мире аудиоканал Просто супер Пожалуйста Оставь аудио Статья Оставляю Я уже Это вам поверила Спасибо Ну Через вас Сама себе Сказала Что не надо У тебя не только Классный голос Ты крутая Спасибо А мне мой голос Тоже кажется чужим А другие говорят Что приятные Это наверное У всех Знаете Я почему-то Когда свой голос Слышала Или видео Смотрела Мне было стыдно Я испытывала стыд Стыд смотреть на себя И когда я это осознала Мне стыдно Смотреть на себя Я уела Просто И после этого Ну я спокойно Пересматриваю Свои видео И кайфую Потому что у меня Столько озарений После видео Что я когда несу Что-то в прямом эфире Я нихрена не помню Потом смотрю Такая Думаю Ничего тебе И Ну инсайты потом После моего Моего же собственного Видео Ловлю Как рефлексия Поэтому Короче Осознайте То что вам Стремно Смотреть на себя Это Зуб болит Предлагаю Пойти Первое К врачу Внеотложку Позвонить Второе Посмотреть Психосоматику В интернете Ну это прям Как скорая помощь Потому что я сейчас Ухожу Ничего не объясню Два варианта Психосоматика Луиза Хеев Синельников Кто там По психосоматике Давлатов Не путайте С другим у меня Они по психосоматике Хорошо пишут Голос кажется чужим Потому что Изнутри слышу Его вместе с искажениями Черепной коробки Вибрации А на аудио Без них Хотите лайфхак Хотите услышать Свой голос Таким Как слышат его другие Делайте вот так Перед ушами И тогда вы услышите Свой голос По-настоящему Как слышат его Другие люди Попробуйте И охренеете Голос другой Да Скажите Что я только не знаю Вика Вика На справедине Откуда ты это знаешь Не знаю Только что пришло Но вы услышите Анатурек Откуда я это знаю Хорошая энциклопедия Мне тоже голос Его не нравится А некоторые девушки Говорят Что он завораживающий Кстати Вот сейчас Послушала У меня такой Охерительный Голос Блин Он не такой Какой сейчас Я слышу Он реально Классный Блин Теперь будем Вот так Ходить Не я услышала Себя Как слышит Меня окружающий И он такой Кайфовый Теперь я понимаю Что вы говорите Офигеть Все Приложили Все приложили Руки К ушам Да Нет Смотрите Не к ушам А вот так Ну вот Ну к ушам Ну не надо До них вообще Дотрагиваться Рядышком И все Что у вас У вас такой Голос Будет Классный Слушайте На этой позитивной Ноте Чебурашек Я прощаюсь С вами До скорых встреч Да Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Подписки Репост Я так никогда Не говорила Я не делала Репосты не получится Пишите комментарии Под этим видео Блин Когда так делать Мне кажется Это так тупо Вообще Мне так стыдно Такое вообще Мне можно Я директор Давай директор Давай еще раз Для всех Лайки Репосты Ссылка в шапке Профиля У Нелли Синенькие буковки Такие говорят Там все каналы Ютуб Путеводитель Все что хотите Все Смотри Это прямой эфир Сейчас у меня Админы зальют На ютуб сразу Давай Для ютуберов Кто на ютубе смотрит Что им делать Делитесь Комментариями Репостите это видео Там есть Такая стрелочка Поделиться В других соцсетях Везде рассылайте Всем друзьям Всем знакомым Напишите Свои осознания Что хотите Все что угодно Можете писать Почему себя так нельзя Главное хайп Стесняюсь рекламировать Ставьте лайк Ставьте лайки Прошлого Вот Все кто смотрит на меня И на ютубе Подпишитесь В инсту Моя ссылка Под видео Для чего Потому что Я буду сейчас Устраивать конкурс У меня есть Видеопроект В этом видеопроекте Это вирусное видео Будет участвовать 700 человек Осталось 50 мест В этом видео Будете показаны вы Если сможете попасть Для этого вам нужно Подписаться на инсту И выиграть в конкурсе Вот Ну конкурс Будет не сложный Ну все кто уже Тут подписан Короче скоро ждите Конкурс В этом конкурсе Вы будете выигрывать Участие В вирусном видео Прикиньте В видео 700 человек В видео И Охеренный текст Просто Крышесносный Который перевернет Мозги Людям И Этот красивый текст Будет говорить Все 700 человек Это круто Потому что 650 уже сказали Свою Свою роль Я буду раздавать Каждому человеку Роль Фразу Которую можно сказать Не вы свою фразу будете говорить А я вам даю роль И вы ее должны сыграть В определенном ракурсе Там С определенным фоном Ну то есть Это я уже буду говорить В личку Разыграть Среди Инстаграмеров Там Подписчиков Подписчиков Мы Когда мы это будем делать После 24 числа Вот После 24 числа Я объявлю конкурс В инстаграме Будет пост И будет сториз С условиями Вы их выполняете Скидываете условия И первые 50 человек Кто выполнит условия И скинет Они попадают в это видео Вот Но Если будет слишком много участников Мне придется еще 300 человек Добавить До 1000 Но тогда мне придется еще Текст на 300 слов Дописывать 300 фраз дописывать А это сложно Вот Потому что я и так Его уже там Сидела там Мозг выворачивала Чтобы написать Офигенно сценарий Для видео И в этот сценарий 300 фраз новых Добавлять Это сложно 650 девушек Да Я хочу разбавить малину Поэтому мужчины Приветствуются Я даже решила еще Дописать фраз Может быть 20-30 Ну если не будет Желающих много Да Чтобы побольше Мужчин было Короче Ребят Что там Ставьте лайк Ставьте лайк Прокомментируйте видео Подписывайтесь на канал И там Тра-та-та Репосты Короче Это все Была и шутка И полуправда Целуем вас всех Нет Кстати Насчет видео Это правда Не задавайте вопросы В директе А то чуть никто не пишет Скучно Никто не спрашивает Где шапка профиля Как скачать Это троллинг номер один Она все время троллит Постоянно Хочу в малину Мальчики приветствуются Вот прям в первую очередь Я ни одному парню Не откажу Ну пока набираю людей Потому что Прикиньте Видео Одни бабы Блин Это тяжко Вот А текст там классный Про творцов Про реальность Про квантовую физику Про наше желание Как мы творим Как все реализуется В этом мире Как иметь деньги Там все такое Там вообще Короче Ну как обычно Мой загон Ну оно классное Все кто читал Свои роли Тексты Сказали Короче Текст классный Троллер Терши Троллитерши Даже если Мужчин Будет больше Чем ролей Я специально Допишу для них Роли В этом видео И удлиню Это видео Вот только для мужчин Просто Мужчин Блин В инстаграме Мало На марафонах Мало Вообще Вас нету Вы где Почему вы Жена Не разрешает Почему только Вот женщины Начинают догонять И просыпаться Почему мужчин Мало Вот Я каждого Мужчину Вот прям Очень люблю Потому что Их вот прям мало Все вот по пальцам Знаю Всех своих подписчиков Мужчин А вот женщины Они Не знаю Мне кажется В них быстро Все Короче Женщина В них быстро Все входит И выходит Блин Ну так же Легко И выходит Мужчина Долго Запрягается Но он Так основательно Потом его Уже ничего С пути Никак не сбить Надо Короче У друг дружки Учиться Нам У мужчин Надо учиться Рациональности Вот этой Вот Да И вот Этого стержня Иметь Вот Блин Идти до конца А мужикам Нужно Легкости Учиться Они Слишком Тяжелые На подъем Ноги Большинство Не Всех Не буду Под одну Гребенку Потому что Те Которые Сумасшедшие С ума Сошли В сердце Зашли Да Они уже Уже Не такие Так Баба дура Поэтому Мы впереди Нет Кто впереди Кто Вначале Тут еще Неизвестно В этой точке Вы впереди Но потом Вы соскочите А мужики Продолжат Свои скачки Еще кто Впереди Неизвестно Вот Ладно Целую В десятый раз Ставьте лайки Выключаюсь Рожачный эфир Патриархат Заканчивается Редактор субтитров Редактор субтитров